Финансовые и налоговые советники советуют инвесторам продавать убытки до 1 января 2021 года. Кроме того, с 1 января такие криптобиржи, как Coinbase, будут обязаны сообщать об активах пользователей в налоговую службу. Поэтому дни, когда ты сможешь уменьшать налоги за счет убытков, подходят к концу. И они планируют покупать еще больше. 48% миллениалов планируют увеличивать свои инвестиции в криптовалюту в следующие 12 месяцев. И только 6% будут уменьшать. Миллениалы-миллионеры хотят еще больше крипты в следующем году. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я нашел два интересных видеоотрывка, которые, во-первых, объясняют причины продолжающейся распродажи на крипторынке, а во-вторых, дают нам понимание того, что произойдет дальше уже в 2022. Как ты, возможно, знаешь, у налоговиков в США есть интересное правило. Они позволяют вычесть из твоего налогооблагаемого дохода убыток капитала по акциям или другим инвестициям, которые привели к потере денег. Одним из условий для выполнения этого правила есть реализация этого убытка. То есть ты должен продать свои акции или другие инвестиции, например, криптовалюты, чтобы потребовать вычет этого убытка из налогооблагаемого дохода. Вторым условием является срок инвестиции. Ты должен держать инвестиции не менее 30 дней. И, наконец, третье условие. После фиксации убытка ты не должен перезаходить в актив на протяжении еще 30 дней. Это называется правилом wash rule. Правилом отмывания, как ни странно. Какое-то странное название для правила из закона, которое звучит совсем незаконно, да? Тем не менее, ты платишь значительно меньше налогов под конец налогового дохода, если пользуешься этим правилом. А сейчас именно конец налогового дохода. Это правило часто используется крупными игроками на рынках, но и розничные инвесторы также его используют. Нужно отметить, что второе и третье условия для крипторынка не совсем выполнены сейчас. Почему? Потому что люди, которые покупали биткоин вот здесь за 60 тысяч долларов, в конце октября-начале ноября должны подождать еще около двух недель, чтобы продать в убыток и потребовать вычет из налоговых отчислений. Поэтому потенциальные продажи еще могут продолжиться около двух-трех недель. Я не говорю, что они продадут, но какая-то возможность есть, потому что умные деньги обычно пытаются извлечь выгоду из таких ситуаций и платить меньше налогов. В конце года это такая ситуация. Давай послушаем этот видеоотрывок с канала CNBC. Цена биткоина обрушилась за последние несколько недель и с начала ноября потеряла 25%. Является ли это идеальным шансом для инвестиций в криптовалюту? Роберт Франк присоединился к нам, чтобы объяснить почему. Всем привет! У криптоинвесторов есть около двух с половиной недель, чтобы воспользоваться этой лазейкой в налоговом обложении, которое скоро закроется. Существующее законодательство предполагает собой так называемое правило ВОШ РУЛ. Оно запрещает инвестору перезайти в рынок после фиксации убытка для вычета налогов. Так что если ты купил биткоин месяц назад за 65 тысяч долларов и продал сегодня за 47, ты можешь использовать это правило для компенсации примерно 18 тысяч долларов из налогооблагаемых доходов, а затем спокойно перезайти в рынок, чтобы оставаться в биткоине. Сейчас крипторынок потерял более 700 миллиардов долларов за последние недели. Так что эти потери могут быть использованы для обнуления налогов с других активов, которые принесли прибыли. С акций, например, или даже NFT. И все это изменится в следующем году, потому что демократы хотят обновить законы и убрать это правило из налогообложения. Финансовые и налоговые советники советуют инвесторам продавать убытки до 1 января 2021 года. Кроме того, с 1 января такие криптобиржи, как Coinbase, будут обязаны сообщать об активах пользователей в налоговую службу. Поэтому дни, когда ты сможешь уменьшать налоги за счет убытков, подходят к концу. Понятно, ты думаешь, что сейчас такие распродажи на рынке из-за этого. А что будет после? Покупки? Я имею в виду, что цены такие низкие, что прямо хочется купить. Что будут делать люди? Если ты посмотришь на количество розничных инвесторов, которые пришли в биткоин на его пиках 50-60 тысяч долларов, ты увидишь, что их количество было максимальным в году. И сейчас анчейн метрика говорит о том, что большая часть этих инвесторов, которые купили на пиках, продают. Зачем они продают убытки? Как раз таки из-за налогов. Это супер ситуация, ты можешь уменьшить годовые налоги и одновременно вернуться обратно в биткоин. Некоторые из этих людей, возможно, еще ждут, а некоторые уже возвращаются сейчас. Кроме этого, фиксация убытка на биткоине позволяет этим инвесторам нивелировать налоговые платежи за доходы с акций, других активов или любого другого дохода, что они получили в этом году. Вот теперь, ребята, становится немного яснее, что произошло под конец этого года не только на крипторынке, но и на всех остальных. Но это еще не конец. Роберт говорит, что с 1 января 2022 года все изменится, законы налогообложения поправят и правило вошрул перестанет действовать. Кроме этого, инвесторы, которые это правило использовали, тем самым значительно уменьшив налогоочисления, будут перезаходить в рынок по более низким ценам. Я нашел еще одно видео, где Роберт объясняет это доступным языком и почему в следующие 12 месяцев инвестиции в криптовалюту будут расти. Вкратце, поколение миллениалов планирует покупать еще больше криптовалюты в 2022 году в следующие 12 месяцев. Давай послушаем. Новый опрос показывает, что новоиспеченные за 2021 год миллионеры имеют значительную часть своего богатства в криптовалюте. Роберт Франк расскажет подробности. А здравствуйте! Больше 80% миллениалов владеют криптовалютами. Но что еще удивительнее, это как много этой крипты у них. Согласно исследованию CNBC, больше половины миллионеров-миллениалов имеют как минимум 50% своего богатства в криптовалюте. Около 30% из них вложили более 74% своего богатства в крипту. Для сравнения, поколение старичков Бэби Бумеров вложило всего 4% своего богатства в криптовалюты. Исследования показывают не только то, что криптовалюта является номером один инвестиций для миллениалов, но также и главным источником богатства для множества миллениалов. И они планируют покупать еще больше. 48% миллениалов планируют увеличивать свои инвестиции в криптовалюту в следующие 12 месяцев. И только 6% будут уменьшать. Миллениалы-миллионеры хотят еще больше крипты в следующем году. Интереснейшая получается ситуация, не так ли? Крипта падает, но это помогает платить меньше налогов. 1. Компенсировать налоговые отчисления за другие виды дохода. 2. И наконец перезаходить в крипту на ту же сумму по более низким ценам. 3. Также, учитывая исследования Роберта Франка, в следующем году миллениалы будут активно увеличивать инвестиции в биткоин и другую криптовалюту. Можно сделать вывод, это падение биткоина – идеальная возможность. Может быть даже последняя до 1 января 2022 года, перед большим годом для криптовалюты из-за активности миллениалов на протяжении следующих 12 месяцев. Какие же волнительные времена нас ожидают, не так ли? И чтобы их не пропустить, нужно всего лишь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также поставить лайк под это видео, чтобы его увидело больше людей. Давай наберем хотя бы 8 тысяч лайков. Большое спасибо за поддержку. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok